Коллеги, всем привет! С вами Дмитрий Каждан. Как вы знаете, на моем канале я рассказываю про парикмахерский инструмент. И в этом видео я хочу с вами поговорить и обсудить, казалось бы, два таких симпатичных триммера, которые нужны нам в работу. Но один триммер у нас беспроводной от торговой марки Kim May и второй от торговой марки Wall. В чем между ними отличие и вообще, какой же лучше купить в текущих реалиях в 2021 году, давайте в этом видео будем разбираться и обсуждать. Триммеры что один, что второй по-своему, конечно же, хороши, но есть, конечно же, ряд плюсов у одного, есть ряд минусов у другого. И давайте поговорим, наверное, все-таки первое о триммере Kim May. Значит, я работаю им уже на протяжении недели. Конечно, у него есть свои плюсы и свои минусы. Значит, первый, на мой взгляд, самый важный плюс у него в том, что он достаточно тихий. По сравнению с триммером от компании Wall. То есть, достаточно громкий и тарахтит, как будто едет какой-то трактор. Конечно, его смазываешь, но, тем не менее, шум у него остается. Значит, данный триммер, конечно же, с точки зрения чистоты срезания волос, я бы сказал, уступает триммеру Wall. Ну, все-таки волоский, конечно же, работает чище. Но это, опять же, сугубо на мой субъективный взгляд. Также, что касаемо данного триммера, он достаточно, несмотря на то, что металлический, да, он достаточно увесистый. По сравнению с волоским триммером, он, конечно же, легкий. И, несмотря на то, что у него вот здесь еще есть вот такой вот шнур. Это тоже, на мой взгляд, как для кого-то плюс, так и минус. Также, что я заметил работой этим триммером, он достаточно удобно располагается в руке. То есть, включил и начинаешь работать. То есть, в плане эргономики, конечно же, он удобнее. Но, опять же, это на мой взгляд. По сравнению с волоским, ну, мне он, кажется, не совсем удобный в плане работы. Говоря о триммере Wall, я хочу сказать, что, да, у него есть свои плюсы, есть свои минусы. Но основной, наверное, его минус, на мой сугубо субъективный взгляд, это то, что он сильно тарабанит. И такое ощущение, когда ты, например, вот работаешь им, у клиента, по-моему, даже уши закладывает. Но это в кавычках закладывает, потому что он достаточно шумный. Поэтому, когда вы выбираете триммер себе в работу, всегда смотрите, насколько тихо он работает. В любом случае, мы, мастера, работаем с клиентами. В любом случае, нам нужна какая-то обратная связь с клиентом во время работы. А тут такой, знаете, сильный тарабан. Также хочется отметить, что, несмотря на то, что данный триммер, он достаточно легкий по сравнению с кемеем, он все-таки, на мой взгляд, в руке не очень удобно держится. Ну, это, опять же, сугубо на мой субъективный взгляд. Потому что вот у кемеи есть здесь специальные такие волновые отверстия под руку. И это, конечно же, очень удобно. Также, что касаемо данного триммера, конечно же, этот триммер, в чем его, наверное, опять же, кто-то скажет плюс, кто-то минус, что постоянно путаются провода. Вот мне, с одной стороны, удобно, когда провод, машинка всегда работает, и у меня голова не болит о том, что нужно постоянно подзаряжать триммер. Потому что ты часы подзаряжаешь, телефон подзаряжаешь, но, в конце концов, ты все в этой жизни подзаряжаешь. Поэтому, чтобы голова у тебя не болела, то есть машинка у тебя всегда будет на подзарядке. И, на мой взгляд, это, конечно же, огромный и огромный плюс. Поэтому, когда ты выбираешь машинку беспроводную или проводную, подумай просто, насколько тебе действительно это удобно. Что касаемо в моем случае, мне, на самом деле, удобно работать как и проводной, так и беспроводной машинкой, потому что у меня на протяжении всей моей творческой карьеры были, в основном, беспроводные машинки. Ну и когда у меня появилась одна единственная проводная, я считаю, что здесь нет ничего такого. Конечно, этой машинкой волоской я работаю уже не первый год, она меня не подводила, а вот этой машинкой я работаю относительно недавно. И, соответственно, делать какой-то глобальный вывод я, конечно, не могу с точки зрения того, что я мало ей работаю. Потому что, работая ей на протяжении недели, да, я уже вам записываю видео, какие плюсы у нее есть по сравнению именно вот с этим триммером. Поэтому в дальнейшем я, конечно же, буду вам записывать сравнение этих двух триммеров и расскажу более детально, как те или иные триммеры мне в работу. Да и вообще, думаю, что буду записывать видео даже на тему, как я работаю этим триммером и как я работаю этим триммером. Я думаю, что каждому из вас будет интересно посмотреть, как работают эти два триммера. Дорогие коллеги, в принципе, на этом можно заканчивать это сравнение. Если у вас есть свое мнение относительно двух этих триммеров, Ким Мэй и Вол, напишите об этом в комментариях, кому что нравится и у кого какая машинка служит дольше. С вами был Дмитрий Каждан. Не забудьте подписаться на мой канал, обязательно поставить лайк этому видео и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. До новых встреч. Пока-пока.